Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске знаменитые крепости, сохранившиеся в Западной Армении, крепость Амьюк. Апрельская война стала победоносной для нашего народа и государства. Мы остановили попытку Глицкрига противника Давид Бабаян. Какие мощи показывает Азербайджан, Арцах призывает к пересечению культурного этноцида. Никто не давал Армении мандат на отказ от Западной Армении Григорий Айвазян. От Иривана Эрдогану Турция должна вывести свои вооруженные силы из Нахичевана. Мозаика, найденная в одном из сел Западной Армении, выставлена в музее Себастья. Ремесла в Западной Армении – серебряное дело. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Амьюк – одна из неприступных крепостей средневековой Армении. Она расположена в Арберам, провинции Иван. Существует с древних времен. В средние века Амьюк был собственностью Гнуни, затем Арцшуни. После 1021 года гваспураканский царь Сенекерим Арцшуни передал Васпуракам в Византии и получил поместье в Себастии. Последними районами Арцшуни и Васпуракани остаются крепости Амьюки и ее окрестности. Апрельская война была победоносной для нашего народа и государства. Об этом на своей странице в Фейсбук написал министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян. Сегодня исполняется шесть лет со Второй Арцахской войны – Апрельской героической битвы, которая началась 2 апреля 2016 года на всей линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана. Апрельская война стала победоносной для нашего народа и государства. Мы предотвратили молниеносную попытку стремительной вражеской войны, целью которой было в кратчайшие сроки уничтожить Арцах. Будем помнить всех наших героев, ценить наши победы – это одна из основ долголетия народа. Согласно видео, опубликованному азербайджанскими СМИ 30 марта, азербайджанцы представляют извлеченные из земли человеческие останки. Азербайджанская пропагандистская машина лживым методом преподносит этот факт так, будто это массовое захоронение азербайджанцев в поселке Иваням после боевых действий 1992 года, пишет министерство, приводя неопровержимые контраргументы. Профессиональный анализ показал, что эти минералы на самом деле происходят из армянского могильника порух под названием Каленхуд, который датируется IX веком. Кости являются останками старого армянского кладбища. Кроме того, специалисты обращают внимание на то, что все кости отшлифованы, что археологически означает, что им не может быть 30 лет, а им несколько веково. Кочевые предки азербайджанского населения вторглись в эти части Арцаха лишь в XVIII-XIX веках. В эфире телеканала Western Armine TV Григорий Айвазян прокомментировал последние события в Арцахе, коснувшись захвата села Порух, отметив, что основное сопротивление оказала армянская армия, которая стала сдерживающим фактором для Азербайджана. Он подробно описал представленный Азербайджаном Армении документ из пяти пунктов, из общего анализа которого становится ясно, что в случае его принятия следует отказаться от целостности Армении, в том числе Западной Армении и Арцаха, автоматически признав незаконные договоры Москвы и Карса. Эрдоган заявил, что согласно трехстороннему соглашению, Армения должна вывести свои вооруженные силы из Арцаха. Ереван, в свою очередь, может предъявить Эрдогану требования согласно московскому, карскому, русско-турецкому соглашению 1921 года. Турция должна вывести свои войска из Нахичевани. По договору 1921 года Нахичеван отдавалась бакинскому протекторату только с согласия Армении. Максимальный юридический срок этого договора составляет 100 лет, который истек. Кроме того, оставив войска в Нахичеване, посетив Шуши и подписав декларацию, Эрдоган нарушил ее. Если соглашение 1921 года не действует, то почему Карс и район Горы Арарат входят в состав Турции? Трехстороннее заявление является попыткой продлить ратификацию соглашения 1921 года между Москвой и Анкарой. Мозаика римского периода, найденная на полу одной из конюшен в селе Топеджик в Западной Армении, датируется 30 веком до н.э. и выставлена в археологическом музее Себастья. На мозаике изображены животные и различные растения, обитающие у озера Кюрингок-Пинар. Мы знаем, что в древние времена мозаики обычно находились во дворцах знаменитости и знати. Серебряное дело развивалось в Древней Армении с древних времен. Важными центрами были Ванг, Арина, Ани, Ахалцхеш, Шабах и другие города. Особое место в этом отношении занимает город Ванг. Изделия из золота и серебра Ваня, превзойдя все другие ремесла искусных мастеров, достигли совершенного уровня. Во второй половине XIX века в Ване насчитывалось 120 ювелирных и серебряных мастерских. Мастера-серебряники использовали в своей работе различные техники, среди которых особое место занимает покрытие черным, что в XIX веке распространилось из Вана в Карин, Себастью, Адану и Тигранакерт. Уважаемые соотечественники, государственное телевидение Западной Армении не занимается рекламой. Наша работа направлена на сохранение и развитие связи между нашими соотечественниками и Родиной. На этом историческом этапе мы все обязаны поддержать наши национальные требования, чтобы вместе противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся, и добиться установления наших справедливых прав, которые, к сожалению, игнорируются в современных международных отношениях. Наша борьба длится долго, но победа неизбежна. Западная Армения надеется на вашу активную поддержку на этом нелегком пути. Вместе мы сможем больше. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Продолжение следует...